Всем доброго времени! Это Артем, пилот Skyline. Часто гоняешь по улицам Екатеринбурга? Ну сейчас реже, потому что работы много. Ну и возраст. Решил ты, допустим, вот в такой день в пасмурную прокатиться, немножко навалить боком и у тебя хопа! Аварийный режим, да? Получается, после прокрута, да? То есть колеса, когда начинают прокручиваться? Да, она не понимает, как получается то, что вроде колеса крутятся, скорость не растет, и все, в третью передачу включается. А что у тебя за турбина стоит? Да, стоковая турбина, все максимально стоковая, кроме коллектора, фронталку поставил, ну выхлоп. Лет 10, наверное, огнило есть. Ну звук нормальный, кстати, на этом выхлопе, да? На салоне слышно нормально. Если звук, если выхлоп ржавый, это же наоборот, добавляет спортивности какой-то для автомобиля, да? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok И на автору, открываешь автору, и в продаже есть вот такие же скайлайны за 250 тысяч, за 300 тысяч, это их нормальная цена такая, или там вообще все плохо? Не, ну может быть в 32-м, 33-м кузове, и можно за такую цену купить. В 34-м? В 34-м, но вряд ли. На автомате. Скорее всего там без документов конструктор какой-нибудь. Да. Ну и состояние машины все равно покупает в основном. Люди молодые, студенты, как бы, редко убивают. То есть, покупая за 300 тысяч такой аппарат, 34-й, можно на убитую автоматическую коробку попасть, да? Причем проблема в том, что подвеска многорычажная, в каждом рычаге по одному два саленблока. Вот, и каждый надо поменять, и все это куча денег как бы стоит. То есть, кто хочет купить, может встретиться с такой проблемой, как вот эта многорычажка, да? Ну да, одна из проблем. Ну вообще, за эксплуатацию, я так понимаю, ты с 2011 года ездишь за рулем этого автомиля. Вообще, какие трудности встречал ты? Да, пока никаких, потому что, получается, 11 лет за рулем, 11 лет за рулем Skyline. А у тебя, начиная прямо с 30 какого, 32-го? Сначала был 33-й. 33-й. Атмосферный на автомате. Это, получается, у нас был... Был 2006-й год. В этом году 12 лет, как и за Nissan. Вот. Поменял у него двигатель поставил. Двухлитровый турбовый. Механику, трехдисковое сцепление. Угу. Был молодой, неопытный. Ха-ха-ха. Любил погонять, да? Да, все равно как. Но дальше у тебя какая история идет? Вот. Потом мне его разбили. Ну, до ТП попало, как бы не по своей вине. Я его продал, купил 32-й полноприводный, но на автомате. Двухлитровый турбовый. Почти ГТР получается. Почти ГТР. Вот. Их так и называют, почти ГТР. Да. Можно обзор на Ютубе найти. 32, почти ГТР. Набираете и сразу же выйдет, да? Максимально ГТРу приближены, как бы, в 32-м кузове. По минимуму. Да. Ну, как на полном приводе? На полном приводе все равно лучше, чем на заднем. Зимой, по крайней мере. Дрифт? Да. В дрифте разница небольшая. Почему? Потому что полный привод у них, грубо говоря, работает только когда машина едет прямо. Угу. То есть... А в основном, в остальные случаи, на заднее передаете? У них передние же подключаемые, не полные, как на Субару, да? Постоянно. А подключаемые и относительное положение колес. Ну, вот руля, так скажете, да? Вот. Передние колеса подключаются либо при пробуксовке, либо вот, когда машина едет только прямо, грубо говоря. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все. Сейчас опять. Чего опять? Ну, в аварийный режим стало. Да. Смотрим, как здесь выглядит РБ-25. Смотри, говорят, у них проблема, что катушки перегреваются. Есть такое? Есть. У тебя они открытые прямо без панели вот здесь, да? Она есть, она в багажнике просто лежит. Да, но ты ее сразу же снял, да, как бы убрал? Впускной коллектор, который ты поставил. Алиат, Редия китайская. Вообще, что он дает по сравнению со стоковым коллектором? Ну, как минимум, длина трассы, ну, воздуховода вот этого через Эндербург, который идет. Короче, становится, порядок два. То есть, родной коллектор вот сюда идет, наверх. И вот там отверстие еще, без того, что под крылом. Я вспомнил, смотрел. Убирает. Получается, может, еще проталка стоит. Тут маленько и там маленько. РП-25. Который ставился на многие автомобили, да? Это можно сказать, культовый, да, двигатель? Ну, какое-то время, даже, по-моему, лучшим двигателем был призван. Ну, и заморочки, конечно, имеют очень прикольные, скажем, да. К наличию массы. Какой массы? На двигатель. К наличию массы? Ну, масса. Масса? Минус. А, минус. Ты про эту массу говоришь, да? Я думал, прокладка между рулем и сиденьем масса, да? То есть, бывает, отходит как бы, и нету, да, искры. Да. Свечи не зажигают из-за плохой массы, да? Ну, начинаю работать, потрясывать. Игей. Ну, у тебя такого не будет здесь, да? Да нет, там дополнительное кинуто все это, да. Вот помимо того, стоит. Ну-ка, сейчас давай еще здесь сниму, как джикает. Мощь, мощь, да?